МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фильм «Блю Элефант» снят Моруаном Хамедом. Центральный персонаж – врач-психиатр, вернувшийся работать в больницу и там узнавший, что его школьный приятель содержится в одном из отделений, ожидая медицинскую экспертизу. Дело в том, что друга врача обвиняют в убийстве. Мне очень лестно, что фильм отобрали в главный конкурс фестиваля в Маракеши. Эта роль довольно сильно отличается от тех, что я обычно исполняю и исполнял последние 17 лет. Именно поэтому, собственно, я согласился принять это предложение, даже похудел, чтобы войти в образ. Еще одна лента. И тоже в главной конкурсной программе. Она представляет американский кинематограф. Речь в ней идет об обычном отце семейства из благополучного пригорода, который встает на кривую дорожку, потому что ему требуется содержать семью. Это история обычного человека, потерявшего работу. Его превышенный мир рухнул, и окружающая действительность превратилась во врага. Ему нужно защитить семью от внешних обстоятельств, и он делает тот выбор, который ему кажется самому оптимальным. В рамках форума вручается почетный гран-при за вклад в киноискусство. Одним из награжденных стал актер из Египта – Адел Имам. В творческой биографии этого исполнителя почти сотня ролей. Вторым стал Джереми Айронс, не нуждающийся в представлении. Он работал с почти всеми ведущими режиссерами от Луи Малля до Дэвида Кроненберга и почти в любом жанре – от экранизации знаменитого романа до фильма «Нуар». Мне нравится искать все покупки по сходной цене. Сегодня я был в лавке, торгующей традиционными коврами. Выбирал их очень долго для сына. Меня угостили вкусным чаем с мятой. Я просто наслаждался моментом, тем более, что торгуются, оказался понимающим человеком. А сейчас красная ковровая дорожка? А, да, красный ковер. Думаю, что если бы его заменили Незискана и традиционный берберский ковер, было бы еще лучше. Редактор субтитров А.Семкин